Ань, здорово, здорово, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, хотя я, в принципе, и так понимаю, что меня смотрят только мои подписчики, и вы и так прекрасно знаете, как меня зовут, чё я вам тут вообще рассказываю, а, ребзя? Ну, хотя, если, конечно, вдруг тут кто-то появился и в первый раз меня в жизни увидел, то, ну, возьми, напиши об этом в комментарии, есть ещё такие люди, кто попадают просто так на такие задротские видосы, или нету я этих людей, не знаю, вот не знаю, вот мне было бы интересно, да, 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 княжеский лайк, долби по нему так, чтобы ему было страшно. Колокольчик, не жалей колокольчик, не жалей колокольчик, он плохо работает, долби по нему так же, чтобы он вообще знал своё место, и не забудь подписаться, если ты ещё этого не сделал, да, и если ты, вот это не надо мне, да, мне лень регистрироваться на ютубе, мне 45 лет, зачем мне оно надо, видео с котиками и так хорошо показывать, зарегистрируйся на ютубе, зарегистрируйся, вот, и подпишись, лайк поставь, я буду тебе благодарен. Ладно, сразу хотелось бы тебя предупредить о том, что это будет не информативное видео, это будет видео, конечно же, касаемо мисс магии, моей мисс магии, но здесь также вы не увидите никаких тестов, я просто выскажу своё мнение, выскажу какие-то моменты, которые меня заинтересовали, и о которых, конечно же, я хотел бы вам рассказать, потому, если вы ждёте какого-то супер качественного контента, то лучше просто дизлайк ставьте и идите, не знаю, смотреть какие-нибудь информативные видосы или про котиков, не знаю чё, потому что, ну, ну, нету смысла, да, во-первых, я выпускаю, как обычно, обзор позже всех, те, кто интересовался данным героем, они и так о нём знают всё, что нужно, и мои рассуждения и тесты им абсолютно не нужны, как бы это видео для тех, кому просто интересно моё мнение, хотя, в принципе, те, кто смотрит мои стримы, они и так знают моё мнение, ну, и также хотелось бы, там, рассказать про какие-то нюансы, ну, которых, на самом деле, тоже не особо как много, точнее, не хотелось бы мне на них запариваться, потому постараюсь сделать максимально короткий ролик, и да, я тот человек, который может себе позволить забить на просмотры и, как бы, не выпускать, к примеру, там, два месяца обзор на механоид альфа, не выпускать обзор на тёмного колдуна, я знаю, что вы ждёте, я обязательно выпущу, и мне будет абсолютно плевать на просмотры, так же будет неинформативно, без тестов, как вы любите, но зато, надеюсь, поржём. Ладно, ну, а перед всем этим, скажем так, сумасшествием, хотелось бы прорекламировать гильдию, которая находится в топ-12, по силе топовая гильдия, называется Абсолют Друзья, и туда требуются взрослые, адекватные игроки, которые стремятся что-то в игре добиться, которые развиваются, которые проходят битвы гильдии, другие гильдийные локации, ответственные игроки, понимаете? О-ТВЕ-СТВЕ-НОСТЬ, вот нужны хорошие туда игры, вот ты, вот ты играешь, хочешь себе, вот коллектив такой нормальный, добрый, вот, отзывчивый, хочешь рубиться со всеми не на жизнь, а насмерть, короче, ребят, вступайте в Абсолют, принимаются игроки от 600 тысяч сил, и телеграммчик у вас на экране, номерочек ватсапчика у вас на экране, вы всегда можете списаться, договориться по поводу вступления, и у вас будет всё хорошо, так что гильдия Абсолют ждёт тебя. Ну, а касаемо самой героини, как, как вам уже стало понятно из названия ролика, да, сегодня мы будем говорить по поводу неё, покажу вам свою сборку, которую многие из вас, кто за мной следит и так знают, ну, я вам просто объясню какие-то свои действия, максимально балабольное видео. Давайте, картонный, вообще, сразу, что хотел бы сказать, выглядит она классно, но разработчики вот с этим названием, мисс магия, мне я уже запарила, у меня язык ломается, я то леди магия, а то ещё как-нибудь её назову, сука, ребзя, в комментариях придумайте для неё какую-то кличку, какое-то прозвище, по типу того, как мы королеву Гарпии называли курицей, вот, придумайте, пожалуйста, название для этой героини, ну, потому что разработчики, точнее, там, администрация русского сервера, они, ну, прям вообще как-то неудачно адаптировали, фу-фу-фу вам, потому что, ну, полный, полный шлак, ну, мисс магия, вот, и не выговаривается, и просто мисс ты не можешь сказать, и магия ты не можешь сказать, ну, да, хоть бы странной картёжницей её назвали, ну, реально, ну, шо за бред, ребзя, потому в комментариях давайте придумаем ей какую-нибудь кликуху, вот, чтобы мы могли сокращённо её как-нибудь именовать, именовать, есть такое слово? Наверное, есть, фиг его знает, ну, и, конечно же, вот, карточный фокус, да, назвали бы её картёжницей, не знаю, шулером, фиг его знает, проституткой, неважно, даже название просто проституткой было бы уже куда интереснее, вот, и уже, как бы, все знали, а, проститутка, окей, а тут, что там, мисс магия, леди шмагия, что ж так, а, и всё, у меня когнитивный диссонанс, у меня язык ломается, я ленивая, быдло, мне лень выговаривать, выбрасывают карты, которые наносят 950% урона от атаки всем вражеским целям впереди, уменьшают скорость атаки, восстановление энергии и уклонение этих целей на 76% в течение 5 секунд, да, то есть, смотрите, это у нас дебафер, многие спрашивают в комментариях, типа, дебафер, да, дебафер, а что такое, ну, это тот, кто оказывает негативное, негативное влияние на других героев, да, и, кстати, это, ты, если не зарегался, вот, да, вот не надо мне эти разговоры, да, ну, я не регаюсь на ютубе, мне 45 лет, зачем мне оно надо, видео про котиков и так нормально смотреть, нет, возьми, зарегайся на ютубе, подпишись и лайк поставь на мой канал, а, а, ну, мы же все ответственные люди, ну, как бы, ответственность, ответственность, о, ответственность, да, зарегайся, ну, как бы, котиков зарегистрированным будет куда приятнее смотреть, дружище. Ой, давай, скорость атаки, восстановление энергии и уклонение целей на 76% в течение 5 секунд, кулдаун 7 секунд, дальше, смотри, увеличивает скорость атаки, восстановление энергии и уклонение всех союзных героев на 76%, то есть, это невероятный дебафер, невероятный бафер для своей команды, вот, Вот, и восстанавливает их здоровье еще, то есть еще и хилит от атаки мисс магии на 810%. Этот герой, этот герой обладает иммунитетом к молчанию и состоянию бедствия. Ну да, ее, конечно же, можно заблочить, вот это вот все бла-бла-бла, но как бы оно такое. Базовая атака мисс магии с шансом 50 на 50 снимает 50 энергии с ее цели и вражеских целей вблизи. Кулдаун 3 секунды. Ну то есть описание очень крутое. Но каждый раз, ну точнее, когда первый раз прочитал это описание, я уже понял, что это не самостоятельный герой. То есть, ну, это реально саппорт, это герой, который будет наиболее эффективным тогда, когда он будет помогать вашим героям. То есть, вот этот герой, он один в поле не воин. Он должен быть у вас где-то там в топовой пачке, там, не знаю, первого, второго эшелона, неважно. То есть, ну она может решать определенные задачи. Вот, когда она где-то будет оставаться одна, от нее абсолютно толку никакого. И если это саппорт, то по факту получается стойно такая, что мы должны ее собрать так, чтобы она жила как можно больше, друзья. Да? Как можно больше, друзья. Вот, жила. Это запомните. Вот, потому что чары, созвездия, таланты, вообще всю хурму, которую вы на нее ставите, вы должны поставить такую, чтобы она жила как можно больше. Потому что она помогает всей вашей команде, да? То есть, это саппорт, ребята. Это не самостоятельный герой. Вы можете ее взять, одну выпустить в рейд. Вот, она такая, знаешь, возьмет, получит люлей. Вы такие, ооо, говно герой. Я вам сейчас еще все расскажу. У меня этот герой на аккаунте, на самом деле, себя не самым приятным образом-то проявляет. Но я вам расскажу некоторые тонкости. Вот, и объясню, почему так происходит. Конечно, главная, основополагающая причина заключается в том, что хозяин моего аккаунта, дикий распиздяй, который зачастую ленится, там, сделать какие-то сборки, не ролит созвездия у суперпитомцев и прочее. Ну, смотри, он сейчас живет. А потому что здесь команда, там, Минос стоит на базе. Сейчас там более-менее куда-то нападешь. Вот, сюда, смотри. Вот сюда, хопа, да? И как бы, гэ-гэй! Ну, гэ-гэй! И все, и минус нуля. Вон, а теперь, смотри, берешь вот так вот толпой, высаживаешься, и я вас предупреждаю, я все равно получу люлей. Ну, это же будет намного интереснее. Я вам объясню, почему я получу люлей. Да, к примеру, у меня мастерун 10-го прорыва. Половина героев не собраны. Зефирик собран для битвы гильдий. Фрея 20-й прорыв тоже через одно место собрана. И, кстати говоря, почему-то мисс магию убили. Я сейчас это вообще все делал, чтобы вам показать, что мисс магия будет оставаться одна из последних жить. Но почему-то ее убили. То есть, как бы, понимаете, сейчас битва замков скатывается еще в большее и большее задротство. Тебе, когда ты собираешь какую-либо пачку или делаешь сборку героя, ты должен учитывать огромнейшее количество факторов при сборке дружище своих героев. И у тебя могут быть хорошие герои, у тебя могут быть прорывы, у тебя все может быть. Но, к примеру, если ты такой распиздясь, скажем, как я, то ты натолкнешься на ситуацию, что ты все равно получаешь от всех люлей. А потому что ты неответственно отнесся к сборке, там, не того суперпитомца поставил, плохо суперпитомцу, к примеру, наролил созвездий. И огромнейшее, огромнейшее количество тонкостей. Просто меня, к примеру, в один момент уже задолбало этой фигней заниматься, и для меня просто огромнейшая депрессия сидеть, там полчаса пересобирать героев, да, и я, как бы, в какие-то определенные локации хожу, и вот туда, как бы, там героев собираю. А зачастую они у меня, как бы, там, для, не знаю, других локаций не подходят, да. Вот, и вот сейчас что-то у нас зло у меня, грубо говоря, тут все-все-все-все-все грустно. Жаль, жаль, что мне не хватило ресурсов нормально мастера рун по прорыву докачать. Ну и, конечно, огромнейшие проблемы вызывают отсутствие созвездий на суперпитомцах. Я уже не говорю про то, что они у меня, там, не самым максимальным образом прокачаны, но сейчас, сейчас эта дура, да, и, как бы, я не спамлю, да, Ребзи, не забывайте. Но сейчас эта дура, она, как бы, живет. Она, как бы, живет, и с ней, как бы, все хорошо. Ну, то есть, еще раз, да, мисс магию можно назвать имбой, потому что она невероятный саппорт, она невероятно полезный герой. Но это не таймбаг, когда ты просто через одно место ее собрал, своих героев через одно место собрал, выпустил, и там просто всех взяли и раскидали. Нет, оно так работать не будет, и я думаю, что битва замков от этого, судя по всему, постепенно отходит. То есть, тут надо реально задротить со сборками, вот. Но, тем не менее, полезность, крутость и актуальность этого героя ничто не может испортить. Давайте поговорим по поводу ее таланта. Я уже вам говорил, да, что вам нужно ставить абсолютно любые вещи, которые будут увеличивать срок жизни данной героини. Ну, можно поставить истинную веру, священогонь, что-то увеличивающее хп, там, я не знаю, ну, все, что угодно, да. Я в комментариях читал, даже, даже вальс, даже вальс, там можно поздравить, что угодно, да. То есть, ну, когда она включится, когда она включится, если она включится, ее не заблочат, вот. То есть, она добавит, охренеть, какое количество уклонения, да, ребята, вы просто подумайте об этом. Это первое. Потому тут можете изгаляться, как хотите, и я видел комментарии, вот, надо было вальс ставить, а ты поставил истинную веру. Все это просто конченая залупа, вот. Потому что, еще раз, это такой герой, на которого можно ставить абсолютно, там, любой талант, делать просто сборку живучей. Потому что действие ее умения настолько обширно, да, что, как бы, талант, там, истинная вера стоит, или, к примеру, не знаю, священный огонь уже, ну, типа, мало имеет значения. Ну, хотя, эмблемой, да, у меня священный огонь стоит. Да, и на нее можно, там, ставить воодушевление. Ну, если это надо, если это надо, это если какая-то локация конкретная, да, и тебе надо, чтобы она там, ну, она, вроде как, автопрокер получает, чтобы она, там, заряжена была все время и долбила, да. Но, по сути, азоти, если ты, там, ее на защите нигде не используешь, то нафиг надо. Ну, на защите я ее, что-то, вот, вчера на битве гильдий я ее не видел. Дальше, что еще хотелось бы рассказать. Очень важный момент касаемо ее навыка. Навыка героя. Обратите внимание, он у меня прокачан только на 13 уровень, по той причине, что у меня не хватает этих камушков донатных. Ну, вот. И это очень важная фишка. Смотрите. Если у вас аккаунт такой, как мой, ну, типа, я не хочу его называть топовым, но если вы крутитесь в этих кругах, да, когда у вас противники топ игроки, там, или, там, около топовые игроки противники, вы в топовой гильдии, то мисс магия с 13 умением, ну, становится, ну, мягко скажем, мягко скажем, ты от нее не получаешь то, чего тебе, грубо говоря, хотелось бы. Вот, то есть, я не знаю, как бы ты год встречаешься с девушкой, она тебе в лучшем случае дает себя поцеловать. Вот абсолютно такая же ситуация, понимаешь? То есть, ну, вот не дает, ну, динамик. Почему происходит так? Смотрите. Тринадцатое, ребята, умение. 76%, да, то есть, союзных героев на 76% в течение 5 секунд. То есть, вот этот вот баф-дебаф с уклонением, там, и прочей херней, 76%. Теперь смотрим. К примеру, мы заходим сюда. Почему я говорю, это очень важно. Если у вас аккаунт вроде моего, то вам, мисс магия, должна быть нужна, прокачанной на максимум. И это касается, в особенности, также умения. Потому что, смотрите, тринадцатое умение 76%, 14% в 14% умение 86% сразу плюс десятка. Ну, тут, как бы, везде почти плюс десятка, да, но, тем не менее, смотрите. Когда у вас тринадцатого уровня, у вас 76%, да, там, плюс уклонение к вашим героям, минус уклонение у вражеских героев. И когда, к примеру, хоп, четырнадцатое, смотри, 76-86, и бац, пятнадцатое, 96%. И разница, допустим, все-таки тринадцатого уровня, и пятнадцатого она достаточно велика. То есть это, ну, как бы, 96% это очень жестко, ребят. Это очень жестко. И полностью данная героиня раскроется именно тогда, когда вы прокачаете, ей там какой-нибудь, не знаю, тридцатый прорыв, и именно пятнадцатое умение дальше. Вот. И со сборкой на защиту. Мы все помним, это саппорт, она должна жить долго. Дальше, что еще интересно? Да, также вы можете там экспериментировать, грубо говоря, с питомцами. То есть желательно, опять же, ставить какой-то питомца, у которого будет уклонение. Вот. Если у вас такие есть, у меня, к примеру, нет. Далее. Призрачная хватка. То есть, ну, тут любой, может, спинек поставить. То есть, тут нужна чара, которая, опять же, будет увеличивать хп или защищать. Вот. То есть, на живучесть. Смотрим дальше проблему. Уклон. Чем больше уклона, тем лучше, ребят. Ну, потому что, видите, мне не получилось. Тут доролить. Вот при вас, давайте попробуем пятый уклон выбить. То есть, видите, она, я ее считаю, свою, неполноценной. По той причине, что... Все, самоцветы закончились, я бомж. По той причине, что, во-первых, умения не до конца прокачаны. У меня прям дезморалит эти созвездия. Вот. То, что самоцветов на них не хватает. И плюс прорыв. Ну, прорыв такой, но вообще еще хуже, когда у тебя такие недопрокаченные питомцы, суперпитомцы, как у меня. Вот. Это что касается игроков. Это что касается, друзья, игроков, которые, которые, друзья, на минуточку, ну, вот они, как я, соревнуются против топовых игроков. То есть, если ты пойдешь на арену, да, ты попадешь там против топовых каких-то игроков. Ну, ладно, я на арену, на арену, ребят, не бегаю. Вот, допустим, арена, я не знаю, на 24-тысячном каком-то месте, да, вот. Но, типа, если вы на что-то надеетесь, у нас, она должна у вас быть хорошо прокачана, и вы должны вообще, в принципе, о сборках героев своих позаботиться. То есть, халява не пройдет. Это не те времена, когда там Вальтора получил, и все, ковыряясь носу пальцем, поставив любой талант, просто летаешь и всех нагибаешь. Нет, это не та история. Вот. Опять же, кто-то из вас может в комментариях написать, вот она говно, вот она там блочится, вот одно, второе, третье, а нафига она тогда молодым игрокам, если ее нужно прокачивать на максимум. Ребят, что касается молодых аккаунтов, аккаунтов, так как у вас, скажем так, другие противники, другие задачи, цели в игре, вот, эта героиня, даже не до прокаченной, она просто будет невероятно крутой для вас. То есть, если я выбью ее, к примеру, на яйце, то, конечно же, она пойдет у меня там на топ прокачку, которую я могу себе позволить на бездонатном аккаунте. И, как бы, я, грубо говоря, буду очень рад. То есть, молодым аккаунтом она пипец как поможет. Она, и она достаточно актуальна, то есть, по сути, вы ее можете использовать, ну, грубо говоря, почти во всех локациях, начиная от прохождения волн, заканчивая, не знаю, там, королевская битва, ладно, в забытую битву тоже никто не ходит. Ну, к примеру, не знаю, заканчивая за предельем, друзья. То есть, это, ну, реально, реально крутая героиня. Вот. Просто, как для меня, она мне пока, ну, на моем аккаунте она не может пока до конца раскрыться, по той причине, что она не прокачена на максимум. Или, может, я просто забил болт из-за того, что не смог кое-где ее докачать по прорыву, не смог ей кое-где там довыбивать, к примеру, какие-то созвездия и вот это вот все. И, как бы, я такой, ну, типа, ладно, буду там активно играть, тогда, тогда, когда у меня все будет намного лучше. Вот. Касаемо волны, я тут недавно даже на стриме прошел АДЖИ волну, ее использовал, да, но АДЖИ волна, она, по сути, легкая, там, даже если бы не было Мисс Маги, я бы ее все равно прошел бы, но, тем не менее, ну, вот такое вот мнение, мне героиня, ну, как бы, она нравится, она нравится, она крутая, она имбовая, но не в таком общепринятом, знаете, плане, что имба, нет, это, как бы, эта имба немножко другая, это имба в плане помощи вашим героям, то есть, когда она включается, если она там правильно бафнет, туда-сюда замутит, то все, просто ваши герои, ваши герои просто сносят всех, опять же, вот я сейчас, к примеру, нападаю, а я даже, я даже не знаю, как у меня там, какой герой сейчас собран, ну, знаю, что Зефирик у меня под битву гильдий собран, да, там, на максимальную живучесть, ну, нападая на других игроков, мне бы надо что-то, грубо говоря, другое собрать, да, то есть, я знаю, что Мастер Рун, он вроде как бы и собран, но вроде он и без прорыва, Фрея, Фрея давно уже там, как бы, на своей волне, вот, то есть, тут вот такая вот вещь, если у вас есть Мисс Магия, вы пишите в комментариях, как вам нравится, не нравится эта героиня, вот, и шо еще хотелось бы, ребят, сказать, короче, это, это имба в плане саппортов, то есть, вот, в общей пачке, это очень крутой герой, это огромнейшие, просто бафы для ваших союзников, огромнейшие дебафы для ваших противников, но если вы играете где-то около топов, топовой гильдии, то, конечно же, эта героиня у вас полностью раскроется, когда у вас будут грамотно собраны остальные герои, и когда она у вас будет прокачана, грубо говоря, на максимальный уровень, друзья, вот, потому что, ну, баф она дает сумасшедший, так, и нам пора, как бы, наверное, ребят, завязываться, то есть, завязываться, завязываться, как будто это, кодироваться, знаешь, как будто алкоголики, такие, а давай-ка закодируемся, вошьем 5 таблеточек в задницу, и нормально все будет, вот, как обычно, я планировал видео записать на 10 минут, но у меня тут появилось бесконечное желание с вами подискутировать, высказать свое никому не нужное мнение, если кто-то досмотрел это видео до конца, вы прям вообще вундаба, вот, просто красавчики, друзья, спасибо, ну вот, вот такой вот обзор, что-то там с ума сходить, тестить не вижу смысла, она мне нравится, я ее стараюсь использовать, но опять же, я пока ее до конца не прокачаю, абсолютно полностью, там, довольным не буду, с талантами можно экспериментировать, но мне кажется, что если все грамотно на ней сделано, там абсолютно все равно какой талант на выживание, живучести ей поставишь, всех целую в помидоры, всем пока.